Всем привет, это Костик. Вот мы и дождались 24 июля 2019 года, и на приставке PlayStation 4 наконец-то появилась подписка Electronic Access. Можно ли пользоваться данной подпиской, когда неактивна подписка PlayStation Plus, пока неизвестно. Это я смогу узнать в начале следующего месяца, потому что 3 августа у меня заканчивается период подписки PlayStation Plus. После я об этом, конечно, сообщу. Итак, вот я запустил приложение, которое вот только-только появилось, оплатил подписку, и что я перед собой вижу? Сразу же меня встречает вот такое сообщение. FIFA 2019 ждет вас в Electronic Access. Нанимайте лучших спортсменов и начинайте соперничество с игроками FIFA со всего мира. Посмотреть игру 2019 FIFA. То есть это означает, что в FIFA 2019 я уже могу играть. Далее я опускаюсь вниз. Что я вижу? Тут у меня две вкладки. Моя учетная запись и игры. На странице «Моя учетная запись» у меня конфиденциальность, изменить подписку, пользовательское соглашение. Соглашение о предоставлении услуг, правила соблюдения конфиденциальности и благодарности. Понятно все. Теперь уже на странице «Игры». Здесь у меня есть три поля. Установлены игры. Пока что у меня ничего не установлено. Я только сейчас начну устанавливать. И в видеоканале «Мир кайфов и ништяков» на ютубе появится новый плейлист, который будет называться «Я Акцесс» на PlayStation 4. Далее мы опускаемся «The Wild». Здесь у нас получается более 35 игр, в которые мы можем играть абсолютно бесплатно. Здесь у нас есть «Фифа 2019», «НХЛ 2019», «Баскетбол 2019», «Стар Варс Баттл Фронт», «Анрайл Твул», это про ниточку там какая-то игра. Потом «Регби 2019», ну видимо 2020 года тоже тут потом будут появляться игры. Потом «ЮФС» третья, «Барнаут Парадис Ремастерд», «Фифа 2018», «НХЛ 2018», «Симс 4», «Фи», «Энбра Лайф 2018», «Модерн НФЛ», ну не знаю, вроде как «Регби». А так мало ли там что, потом запущу. Ну я каждую буду потом смотреть, каждую обозревать. Вот, «Титан Фолл 2», «Модерн НФЛ 17», да, вот «Регби», судя по рисунку, или «Американский футбол». Далее что у нас «НХЛ 17», «Фифа 17», «Стар Варс Баттл Фронт» первая часть, «ЮФС 2», «Мироуз Эйдж Катализм», «Нитфор Спид», «Анрайл» первая часть, «Планета Зомби Рарден Варфер 2», «Баттл Филд Хартлайн», «Драгон Эйндж Инквизиция», «ЮФС». Так, что у нас ещё тут, «Баттл Филд 4», «Нитфор Спид Револз», «Планета Зомби Гарден Варфер», «Баттл Филд 5», «А Вэй Аут», вот это что-то интересное, видимо, «Нитфор Спид Пэйбэк» и «Баттл Филд 1». Здорово, есть во что поиграть. Итак, и ещё у нас есть вкладка «Пробные версии». Здесь у нас «Моден НФЛ 20» и «Анзем». «Анзем» нам ранее предоставляли, по-моему, по подписке бесплатно, но мне эта игра не понравилась, или какая-то пробная версия была, что-то такое. Ну, «НФЛ 20» пока, я думаю, нет смысла смотреть, посмотрим предыдущие части, а так я буду следить за обновлением данной вкладки и как будут появляться более интересные игры здесь, то я, конечно, буду тоже вам про них рассказывать. Ну что ж, вот, собственно, и подписка от Electronic Artses. Далее уже в следующем видео вы сможете смотреть, как я буду смотреть все эти игры. Ну что ж, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok